Движение ТОС За последнее десятилетие в Ульяновске создано очень много общественных организаций, призванных заниматься вопросами благоустройства. Они как бы должны были помогать властям налаживать жизнь в городе. На самом деле власти переложили полностью все свои функции на общественников. Однако прав никаких общественникам не дали. Общественники не могут наказать жителя, который валит мусор в овраг. Общественники не могут наказать организацию, которая валит мусор с другой стороны оврага. Теплосервис и жители все заваливают овраг, а потом все вместе тонут. Кто виноват, виноват Сидоров. Муниципальное бюджетное учреждение обещало в прошлом году заварить ворота, через которые заваливало мусором естественный водоспускной овраг. Ворота по-прежнему открыты. Жители жалуются, власти отмахиваются. Председатель ТОС «Мостовая Слобода» почти ежедневно отправляется в рейды. Улица Маяковского имеет свою маленькую промзону, воды с которой ищут дорогу в Суягу по огородам жителей, по оврагам и родникам. Воды зловонные. Их сливают с автомойки и цеха по производству лакокрасочных покрытий. Химия течет в родники, откуда пьют жители. Вот с этих баз, где находятся мойки, сауны, где-то тут рядышком есть цех по производству красок. Недократно уже сбрасывалось, как раз источные воды, неочищенные, как раз через наши дренажные канавы в реку Суягу. Проблема возникла не сегодня. Жители неоднократно обращались в администрацию района. Ответа нет. На Сидорова надеются все. Власти, что выкрутится, договорится, пригонит технику, сделает. Жители думают так же. Но в данном случае мера, предусмотренная законом, штраф. Не на то, чтобы его выписать, не на то, чтобы закрыть предприятие, травящее жителей городского микрорайона, у Владимира прав нет. Такими правами обладают городская администрация и ее комитеты. Но там с проблемой просто не хотят связываться. Что впереди? Локальная экологическая катастрофа? Проблема у нас. Она проблема уже не первый год, к сожалению. Сливают водоочистные, химию всякую. Они прекрасно понимают, что здесь у нас идет дренажная канава, которая выходит в Сырьягу. Здесь перехватываются тоже эти очистные сооружения какие-то или что-то у них там есть. Просто канава, вода идет по низу. Мало того, что Сырьягу, здесь у нас вот родник, из которого люди берут воду. Как вы представляете? Нормально вообще? Решать вопросы строительства ТОС не может. Вот поэтому, когда дорожники строят дороги на севере города, когда там возникают новые микрорайоны, все это не радует мостовчан. Ведь строители, стараясь меньше потратить и больше заработать, думают о водоотведении только от подъезда. Как и куда потечет вода дальше, неинтересно никому, кроме жителей мостовой, чьи дома тонут. Воды с Репина, с Маяковского, с Карла Маркса текут в Слободу. А потом пираньи пиара помещают гневные статьи в интернете, что мостовая тонет, а Сидоров не уследил. Еще одна проблемная территория – набережная реки Свияги. Сюда возят и мусор, и дохлых животных, отходы. Здесь уже даже не знаю, как с ним бороться. В прошлом году сбросили, привезли целую машину строительного мусора, строительного бытового, сколько можно уже. Тогда решили его поймать, лишили прав на год. Но это одного решили. А сколько их таких? Дорожные знаки движению не помеха. Ни знак, запрещающий движение грузового транспорта, ни знаменитый кирпич. Городские мусоровозы они не останавливают. ГИБДД дежурить тоже не хочет. Утилизация отходов – удовольствие дорогое. А вываливать мусор в речку, да еще и недалеко от центра города, дело малозатратное. В прошлом году водитель КАМАЗа с мусором, которого Сидоров поймал на месте экологического преступления, пытался задавить Владимира. Общественник тогда заменил ГИБДД, гороадминистрацию и профильные комитеты. Но один он просто не в состоянии спасти городскую реку. Он был чистым, тут даже сажали деревья, хотели обустроить его, а потом все забросили и стали возить мусор. Много очень мусор возят. Обращались в Ленинскую администрацию, не реагируют. Обустроить набережную реки, сделать это место благоустроенным, красивым, доступным – давняя мечта жителей мостовой. Несколько лет подряд они проводили здесь субботники, пытались привести ее в надлежащий вид. Равнодушие городских властей к проблеме почти убило эту мечту. Даже у самых терпеливых опустились руки. Река, могущая быть ярчайшей достопримечательностью города, постепенно превращается в болото. Общественники делают все, что могут. Им нужна река, нужны чистые улицы и водоспуски. Администрация района не хочет видеть этих проблем поселка. Жители готовы к созиданию, но им нужна поддержка. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.